В эфире итоги недели. Программа актуальных и политических событий на канале Кнессет. С вами Ноа Лавей. Здравствуйте. Гедеон Сар воздержался от рекомендаций и Бениамин Нитиньяу получил большинство рекомендаций у президента Ривлина. Таким образом, действующий премьер получает право первым попытаться сформировать коалицию. Но велики ли шансы? Политические итоги недели подведем с журналисткой и ведущей Канрека Яной Брискман. После праздничных выходных возобновились слушания по делам Нитиньяу. Отныне заседания будут проходить три раза в неделю. На фоне этого действующему премьер-министру нужно формировать коалицию для того, чтобы избежать пятых выборов. Обсудим события с адвокатом Яшаром Якоби. День катастрофы позади, но память остается. Ее сохранению способствуют новые выставки, о которых расскажет культуролог Мария Хинич. А также причуды израильской погоды. От дождя в Песах к хамсину и новым дождям. Шиман Кричак, профессор климатологии, расскажет, чего ждать от ближайших выходных. Все это в нашей программе прямо сейчас. Драматическая неделя в израильской политике. В один и тот же день проходили консультации у президента Ривлина о формировании коалиции и судебное слушание по делу 4000 в присутствии действующего премьер-министра Бенемина Нитанияу. Именно он в очередной раз получил право формирования коалиции, шансы на которую по-прежнему невелики. О подробностях мы хотим поговорить с журналисткой и ведущей Канрека Яной Брискман. Здравствуйте, Яна. Никто из претендентов не получил рекомендации в 61 голос, но из-за неожиданного отказа Сара рекомендовать кого бы то ни было у Ривлина, по сути, не было другого выбора, кроме как передать право формирования коалиции Нитанияу. Да, это действительно так. Ривлин сам об этом сказал в своей речи, когда проходили консультацию. Один раз даже сказал, что будет основываться и на моральных и этических принципах, но, судя по всему, законному это не позволяет. И он выбрал то, что на самом деле большинство и ожидали, выбрал Бенемин Нитанияу, которому и было поручено сформирование коалиции. Ну и теперь самый главный вопрос, сможет ли Бенемин Нитанияу за эти 28 дней сформировать коалицию, сформировать правительство. Мы знаем, что ему уже неоднократно это не удавалось за последние два года. Тем не менее, остается большой вопрос, почему именно такое решение принял Гедеон Сар в отношении рекомендаций? Гедеон Сар, с одной стороны, не хотел рекомендовать Бенемину Нитанияу, и это было бы его предвыборной кампанией, это был его принцип. Без этого он не вышел бы из Ликуда, и многие депутаты Кнеста, кто присоединились в результате к нему. Естественно, партия Тиква Хадаша просто не была бы создана, если бы Гедеон Сар не верил в то, что следующую коалицию не должен дарнировать Бенемину Нитанияу. Поэтому здесь вопросов на самом деле практически не оставалось. Бенемину Нитанияу порекомендовать он не мог. Что же касается Яира Лапидоту, здесь были некие предвыборные обещания. Гедеон Сар и депутаты Кнеста, которые его покинули с точки зрения идеологической, являются депутатами, которые поддерживают правый национальный лагерь. И с их точки зрения коалиция с левыми партиями, с партиями Мерец, даже при поддержке объединенного арабского списка, такая коалиция практически невозможна. Мы помним, что в тот день, когда проходили консультации, арабские партии ждали, какой в результате рекомендацию даст Гедеон Сар. И от этого зависело, дадут ли они рекомендацию Лапиду или нет. И этого как раз Сар и не хотел. Он не хотел, чтобы левая коалиция при поддержке арабских партий в результате зависла от его рекомендаций. Сколько возможно развитие сценария, которое обсуждается, это может быть конспиративная теория, которая обсуждается широко в СМИ, о том, что возможно Гедеон Сар и Лапид и Беннет просто договорились. Они хотят, чтобы Нитриньяу попробовал создать коалицию. Очевидно, у него это не получится. И тогда они смогут, например, прийти к какой-то другой договоренности, при которой у Сара и у Беннета будет больше давления на Лапиды и возможности сформировать более правое правительство. Я думаю, что это достаточно реальный сценарий. Я не знаю о подобных договоренностях, но просто по умолчанию такой вариант вполне возможен и вполне вероятно, что в результате формировать коалицию будет лидер партии, которая на эти выборы получила всего 7 мандатов. У Беннета есть поддержка Гедона Сарова, есть поддержка права партии. Вполне вероятно, что даже эти 28 дней будут использованы для каких-то переговоров между Беннетом и Лапидом. Цель Беннета – как можно выше поднять свою цену, быть первым в ротации, получить как можно больше министерских портфелей. И тогда, даже если эта коалиция будет основываться на воздержании или на поддержке голосов Рама, допустим, об объединенном арабском списке, я не думаю, что будет идти речь, особенно после того, что произошло на принесении присяги в Кнессете. Если эта коалиция будет основываться на поддержке Рама или Рама просто воздержится, это, во-первых, поднимет цену Беннета. Во-вторых, я хочу напомнить речь, которую произнес Беннет на этой неделе. Он несколько раз подчеркнул, что он не хочет идти на пятый выбор. Естественно, естественная коалиция для него – это коалиция национального лагеря. Но вместе с тем эта речь на самом деле не только говорит о том, что он будет пытаться создать коалицию национального лагеря, но и о том, что в случае, если такой коалиции не получится, он может сказать «я пытался, я старался». Пятые выборы – вещь гораздо страшнее, чем та коалиция, которая сейчас формируется. Делать нечего. Это правительство оздоровление. И если у Беннета будет достаточно много ключевых постов, и у национального лагеря, у СААР, также будет достаточно много ключевых министерских постов, ключевых постов в комиссиях КНЕСТа, это позволит им убедить своих избирателей в том, что эта коалиция действительно может быть. Что это правительство имеет право на существование. И, безусловно, интересно очень наблюдать за тем, как развивается эта шахматная партия. Пятых выборов не хочет никто, но, тем не менее, их угроза по-прежнему остается. Будет зачем понаблюдать и что пообсуждать. Яна Брискман, спасибо большое. Спасибо. На судебном заседании по делу 4000 заместитель госпрокурора по экономическим правонарушениям Леат Бен-Ари заявила, что Бениамин Нетаньяу, глава правительства Израиля, воспользовался, сосредоточенный в его руках огромной властью в недостойных целях, в частности, для получения незаконных привилегий от владельцев центральных СМИ в Израиле, для продвижения персональных целей, желая вновь возглавить правительство. Это цитата. Нетаньяу в тот же вечер выступил с ответным заявлением, в котором обвинил прокуратуру в злоупотреблении властью, которой она наделена. Шантажи свидетелей, предвзятости, и это лишь частичный список обвинений. С этого этапа судебного процесса слушания будут проходить три раза в неделю. Но сколько может продлиться такой процесс и какими могут быть возможные варианты развития событий? Наш следующий гость – адвокат Яшар Якоби. Здравствуйте. Добрый день. Благодаря широкому освещению подробностей дела в прессе, позиция прокуратуры, в общем-то, нам известна, как и показания в целом свидетелей. Но какой может быть линия защиты Нетаньяу? Множество линий может быть. Начнем с того, что если мы немного отстранимся именно от этого дела, получается, ни в одной демократической стране ни разу не было предъявлено обвинение за просьбы к СМИ и за статьи о них, которые их освещают в положительном свете. Например, «Идиот Ахрунот» годами, и Ольмерта, и Шарона освещала в очень положительном свете. Но почему-то выбрали именно на Бибе и на Тиньяу провести вот этот странный, на мой взгляд, эксперимент, потому что с премьер-министром не делают подобных вещей впервые. Если бы были прецеденты, мы бы подумали об этом. Но если мы уже проводим параллели с делом Ольмерта, в деле Ольмерта была немножко другая ситуация. Там тоже были госсвидетели, но тем не менее мы не знали, что они скажут. Сейчас мы знаем примерно то, о чем говорит прокуратура. Насколько это меняет ситуацию с точки зрения судей, например? По поводу преступлений. У Ольмерта была взятка, когда определенная сумма была передана за определенные вещи. Тут говорят, что такое взятка? Ты получил что-то. Тут говорят, он получил положительное освещение в СМИ. Я говорю, вот такого преступления ни разу в истории человечества не было. Что положительное освещение в СМИ считалось взяткой. А вот, то есть мы первый раз прогоняем государство Израиль. Решило первый раз показать всему миру, насколько мы чистые. И вот это преступление ему приписывают. Теперь второй этап. Как это все доказывается? На самом деле, это не только получить положительное описание себя в СМИ. Надо что-то дать в ответ. Говорили, что он дал миллиард восемьсот тысяч поблажек регуляторных для Аловича. Сейчас, кстати, эта фраза исчезла. Что осталось? Ианут Харигалит решет. Это значит, что он прислушивался к тому, что помочь им в регуляторных вещах. Что конкретно уже менее описывается. Какова ее сумма, тоже менее описывается. И вы сказали, есть госсвидетели потрясающие. Как Мира Хефеца с пистолетом у виска заставили, в принципе, быть госсвидетелем. Он не хотел. Ему сказали, мы тебя опозорим на всю страну, разобьем две семьи в пух и прах. И вот у него был выбор, пойти на сделку или не идти на сделку. На самом деле, то, что вы говорите, звучит примерно как и то, о чем говорил Нитанияу в своей речи. Что нельзя полагаться на государственных свидетелей в принципе, так как их прокуратура, и я использую слово, которое употреблялась Нитанияу, шантажировала. В кавычках. Очевидно, такой позиции будут придерживаться и его адвокаты. Насколько это будет эффективным аргументом? Они должны этого придерживаться. Что будет дальше? Мы посмотрим. Все равно суд, вот в чем у нас проблема. Полиция с прокуратурой приводит и кладет на стол судей, у которого до начала заседания нет ни одной бумаги, кроме обвинительного заключения. Кстати, люди не знают. Они думают, что у судьи в папке есть все показания. У него ноль показаний. Все это подается через свидетель. Если судья убедится, что свидетель, на которого давили, он все равно говорит правду, тогда у него может быть проблема. Но я хочу вам заметить другую вещь. То, что вот эта подобная практика, которая, в принципе, была придумана для борьбы с мафией, чтобы сломать таких людей, для которых тюрьма – это дом родной. Они заходят и выходят каждую неделю. Эти методики применили к Нирхэффиксу, понимаете? Сказал ли он правду или нет, вот я в этом сомневаюсь. Это не только мое мнение. Все говорят, что то, что сделали с Нирхэффиксом, это, в принципе, уголовное преступление. Ну, есть свидетели и другие, такие, как Илон Яшо, который дает показания на этой неделе, и длятся они уже несколько дней. Хотелось бы задать и следующий вопрос. Сколько вообще могут длиться слушания в ситуации, если только дача показаний занимает долгие недели и даже, возможно, месяцы? Очень долго. Это только показания, я думаю, ну, не меньше трех лет. Если все будут делать правильно адвокаты на Тиньяо, они будут делать это правильно, это займет, наверное, в районе четырех-пяти, может быть, шести лет все вместе. В таком случае будет три различных приговора или один общий? Нет, один общий, конечно, по поводу всех дел. Один общий. Не бывает трех различных. Если бы подали в разные суда, а этого не делается для удобства, все в одном суде, свидетели связаны, потому что те же полицейские, которые ввели тысячу, ввели две тысячи и четыре тысячи. Нет смысла разделять. То есть в случае, если даже будет подана апелляция после этого в Верховный суд, я не знаю, насколько существует такая возможность, то это все может затянуться на очень долгий срок? Это, я вам сказал, года. Мое предположение, опять же, если они придут к сделке и будут вести это дело до конца, это в районе пяти-шести вот так лет. Как может выглядеть сделка? Я не думаю, что ему надо брать сделку, потому что я сказал, единственное в юридическом смысле правильное дело, я не говорю, что надо его ввести, это тысячи, что подарки в принципе запрещены, и это нормальное дело. А две тысячи и четыре тысячи, они, как я вам сказал, первый раз делают опыт, как нападут под нам кролики. Именно, например, премьер-министры, именно в нашей стране, когда у нас такая каша в политической системе. У нас складывается еще одна прецедентная ситуация, когда действующий премьер-министр будет формировать коалицию, при этом посещая зал суда и находясь на скамье подсудимых. Это тоже беспрецедентная ситуация. У нас много беспрецедентных ситуаций, как и четвертые выборы за два года, а возможно и пятые. Адвокат Яшар Якови, спасибо большое. Наверняка побеседуем еще на эту тему. Спасибо вам. До свидания. До свидания. День катастрофы позади, но память остается. Новые выставки в Кибуце и Инхарод позволяют посмотреть на прошлое через призму искусства, приобщиться к истории и не только в выделенной для этого в календаре специальные дни. Владение ужаса «Я знаю тебя» и «Берлинская лазурь» – выставки, заставляющие думать, чувствовать и вспоминать. С нами на связи культуролог Маша Хинич. Здравствуйте. Добрый день, Моа. Расскажите немножко о новых выставках и на какую аудиторию они рассчитаны. Как и любые выставки в музее Мешкан-Леоманута и Инхарод, эти выставки в общем рассчитаны на всех. Люди привыкли приезжать в Кибуце, в музей этого Кибуца с семьями, молодые люди, пожилые люди, практически все, кто интересуется искусством или те, кто гуляет по долине Микры-Исраэль, где расположен Кибуцин-Харод и туда просто заезжают. Выставки очень разные. Художников из разных стран мира. Леон Энгельсберг по происхождению польских еврей, приехавший, репетрирующийся после войны в 50-е годы в Израиле. Грегори Абл, еврей из Франции, также недавно совсем приехавший в страну и снимавший свой видеоцикл в пяти разных стран мира. И Шайк Хуседман, Берлинская лазурь, это центральная выставка, нынешняя центральная выставка в музее Мешкан-Леоманута и Инхарод. Как раз мы видим одну из работ сейчас на экране. Это художник еврейского происхождения, родившийся в Мексике, живущий в настоящее время в Лос-Анджелесе. И, пожалуй, именно его слова и то, как он исследует тему катастрофы, является главным на данный момент, как мне кажется, в музее. Поскольку Шайк Хуседман относительно молодой человек, он родился в конце 60-х годов, то есть через много лет после катастрофы. И его восприятие, и его передача катастрофы, в отличие от Леона Энгельсберга, который пережил катастрофу, который воевал, родные которого погибли в лагерях уничтожения. Так вот, передача впечатлений от катастрофы, памяти о катастрофе Ишаем Хуседманом совершенно иная. Он, как художник уже второго поколения, ищет новые пути. Как рассказать своим ровесникам, как рассказать тем, кто моложе, как рассказать тем, кто придет за нами, что же такое катастрофа? Вот касательно этой темы передачи памяти, это очень тема, особенно важная сейчас, возможно, именно из-за того, что свидетелей катастрофы становится с каждым годом все меньше. И действительно встает вопрос, как правильно хранить память. Можно ли вообще говорить о правильном хранении памяти? Я думаю, что, безусловно, можно говорить о правильном хранении памяти, поскольку память — это хранилище. Хранилища всегда обновляются в соответствии с требованиями новых поколений, даже в соответствии с каким-то технологическим развитием, если привести такие параллели, такие ассоциации. И недаром художники и писатели новых поколений уже по-иному относятся к передаче и свидетельств катастрофы, и памяти о катастрофе. Это не только документальные зарисовки, которые делались в лагерях, это не только воспоминания непосредственных свидетелей, тех, кто пережил катастрофу, тех, кто выжил в катастрофе. Это некие иные уже как бы иные напластвования, это пласты... Переосмысление, очевидно, да. Класс, да, некое переосмысление. Мне кажется, что прекрасные примеры этими, помимо выставки, о которой мы сейчас расскажем, — это комиксы о катастрофе. Первый из них был написан еще в 1980 году, вернее, начал выходить в 1980 году. Это комикс американского писателя и иллюстратора Арта Шпигельмана. И, кстати, он единственный, это единственный в мире графический роман, скажем так, о Холокосте. В 1992 году он получил полицеровскую премию. Известен комикс о катастрофе, посвященный истории Анны Франк, дневник Анны Франк в виде комикса, который вышел несколько лет назад в Израиле. Израильского художника и кинорежиссера и писателя Ари Фольмана в том же музее, о котором идет речь, в музее «Энхарот» полгода назад проходила выставка известного израильского художника Михаила Ковнера. И выставка эта была поделена на несколько разделов. Один из них назывался «Ихескель». И это тоже был комикс, посвященный катастрофе. И не только просто катастрофе, а конкретно тому, что происходило в Вильнюсе, в Литве. И все это было в виде комикса. Я видела на этой выставке семей и маленьких детей, которые, да, задавали правильные вопросы. Благодаря этим рисункам, представленным в виде комикса, им как-то можно было же как-то объяснить, а что же тогда происходило. А на нынешней выставке Ишая Хусинмана, которая называется «Берлинская лазурь», он представляет катастрофу через синий цвет. Цвет краски берлинской лазурь, у этой краски своя длинная история. Она была придумана, вернее, обнаружена не благодаря неким химическим реакциям, достаточно случайно, в начале еще 18 века. Мы, к сожалению, не успеем рассказать все подробности, но, как обычно в таких случаях, наверное, имеет смысл увидеть. И это лучше, чем сто раз услышать. Конечно, важно также напомнить, что эти выставки можно будет увидеть в ближайшее время, уже буквально начиная с сегодняшнего дня. Они уже открыты. Их можно посмотреть. Маша Хинич, спасибо большое и всего наилучшего. Всего доброго. Израильская погода в последнее время непредсказуемо не меньше, чем местная политика. Дождь сменяет хамсин, и многие уже отчаялись строить планы на выходные в преддверии очередных сюрпризов. С нами на линии Шиман Кричак, профессор климатологии. Здравствуйте. Здравствуйте. Менее недели назад вечером можно было замерзнуть, пару дней назад можно было свариться от жары. Даже для переменчивой израильской весны это какие-то крайние перепады температуры. Чем это вызвано? Ну, прежде всего, я немедленно отказываюсь с вами соглашаться. Наша погода прекрасно предсказывается нашей метеорологической службой. Ее гораздо проще предсказывать, чем политические события. Мы пытаемся в студии делать это уже последние два года. У нас действительно, видимо, плохо получается, потому что четвертые выборы. Но, тем не менее, вернемся к погоде. Ну, вот. А вот метеорологическая служба, да, более опытная. И она справляется с этим. Что касается событий, которые имеют место быть сейчас, ну, это совершенно нормально. Нормальные события для вот этого периода года, для весны, для переходных периодов, для весны и осени. Это типично, что достаточно часто бывают вот такие перемены от теплой погоды к холодной погоде. Это связано просто с тем, что именно в эти периоды года, примерно к югу от нашего района, часто располагаются циклонические системы. Циклоны – это такие большие вихри атмосферные. И, естественно, бывает так, что эти циклоны так располагаются, что к нам попадает теплый воздух из районов Африки, предположим, Аравийского полуострова. Или, наоборот, холодный воздух, если циклон находится, значит, в другой части, немножко в другой части нашего микрорайона. До какого примерно времени продлятся эти перепады и эти сюрпризы погодные, когда можно будет уже сменить зимний гардероб на летний? Зимний гардероб на летний можно менять уже сейчас. Просто иногда вы будете попасть в неловкое положение, вам будет неудобно, а так менять уже можно. В общем-то, апрель – это уже теплое время года, но апрель и май мы должны быть готовы к тому, что, во-первых, иногда бывает, и в мае бывает холодновато, во-вторых, надо быть готовым к тому, что в этот период года у нас достаточно часто бывают периоды с большим количеством пыли и из районов Сахары, как правило, ну, не только, но, как правило, из Сахары. Хамсины и Шарабы. Это еще одна неприятная особенность нашего климата в этот период года. И, разумеется, напомним нашим зрителям, что в жаркую погоду обязательно нужно и защищать себя от прямого солнца, и пить как можно больше, чтобы защитить себя от обезбоживания организма. Это тоже очень важный момент. В преддверии лета напоминаем и об этом факте. На ближайшие выходные можно ли строить планы отправиться в поход или в путешествие по стране? Ну, я не синоптик. Сейчас, по крайней мере, я точно не знаю, но, насколько мне известно, в субботу какие-то дожди нас могут ожидать. Но надо себя успокаивать тем, что с изменением климата ситуация в Израиле постепенно будет меняться. И к концу текущего века будет существенно теплее. Вернее сказать, не столько теплее, сколько чаще будут периоды, когда будут длительные периоды с высокой температурой. Ну, наверное, это порадует тех, кто любит израильскую жару и не слишком порадует тех, кто больше любит зиму. Однако, действительно, климата... Это не очень приятно. Но это то, что есть. Это то, что есть. Шамон Кричак, спасибо большое. И хорошей погоды. Спасибо вам. Спасибо. Всем всего хорошего. Всего наилучшего. На этом наша программа подошла к концу. За последними событиями в израильской политике вы можете следить на наших страничках в Твиттере, в Фейсбуке и сети Телеграм. Мы с вами встретимся на канале Кнессет ровно через неделю. Всего наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok